День памяти жертв геноцида Осетин будет отмечаться 20 июня. Соответствующий указ уже подписан главой государства. На очередном заседании комиссии по вопросам мемориализации геноцида Осетин Анатолий Бибилов отметил, что дата выбрана не случайно. В этот день грузинскими меньшевиками были расстреляны 13 коммунаров. Я сегодня подписал указ о назначении 20 июня, 20 июня, как День памяти жертв геноцида Осетин. Наша работа, мы все с вами понимаем, очень важна, очень необходима и не только для нас, сегодняшних поколений. Я считаю, что она больше важна для будущих поколений. Анатолий Бибилов подчеркнул, что безнаказанность действий меньшевицкой Грузии в 20-х годах аукнулась Осетином и в 1989, 2004 и 2008 году. Вот это аукнулось еще. Ненаказанность тех, которые совершили ад геноцида в 20-м году и ненаказанность этих людей, она, я считаю, спровоцировала. И дальнейшие действия Грузии – это и 30-е годы, это и 19-е годы. Апогея, соответственно, был в 2008 году. И правильно говоря, и уверяется, что ненаказанность, конечно, проживает дальнейшее совершение преступления. На сегодняшней повестке заседания комиссии был вопрос выбора эмблемы геноцида Осетин к 100-летней годовщине событий 1920-х годов. Государственный советник президента Давид Газата отметил, что по поручению главы государства все логотипы были выставлены на обсуждение. Пора сегодня определиться с логотипом и принять какое-то решение, чтобы уже запустить все это в работу, потому что стоят жду своего издания книги, на которых должны быть эти эмблемы указаны, и огромное количество материалов, на которые тоже необходимо наносить эмблемы для их публикации. Значит, в интернете было много обсуждений. Президент подчеркнул, что к выбору эмблемы нужно отнестись со всей ответственностью. Она должна быть понятной, говорящей и запоминающейся, и при этом быть универсальной. Известный осетинский ученый, кандидат филологических наук Юрий Децойте, считает, что эмблема должна затрагивать осетинскую идеологию. Это орел и пламя в одном символе. Я его покажу, вы его, наверное, помните, и вы его видели. Вот этот самый символ. Он мне нравится больше. Почему? Он очень простой, он запоминается визуально. Он запоминается. И в Костанку был камер, там он, где он появился. И там очень хорошая символика. Во-первых, это вечный огонь. Это огонь, в котором была сожжена Южная Осетия. И этот огонь плавно переходит в орла. Это государственный символ. Своё мнение относительно того, какой должна быть эмблема геноцида осетин, озвучил и полномочный представитель президента по вопросам посткофликтного урегулирования, кандидат исторических наук Мураджуев. А всё-таки эмблема и символы должны быть всё-таки более чёткие. Вот, ну, я сразу сказал, вот и в прошлый раз, это для меня, вот, допустим, это уже на поменять и оскорби, и, может быть, даже вот радужные ужасы. После долгих обсуждений члены комиссии проголосовали за эмблему, на которой изображён орёл, распахнувший крылья, охваченный огнём. Ей отдали предпочтение 18 членов комиссии. Эмблема отвечает всем критериям. Эльвира Дебилова, Олимбетеев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.